у нас с вами получается кроме сегодняшней еще две лекции 3 и 10 поскольку 10 это учебный день вот так что может все не так плохо так значит мы в прошлый раз остановились на теореме калмагорова хитчина повторю ее рассматриваем последствия независимых случайных величин вводим вот такую частичную сумму центрированных случайных величин но это значит означает что мат ожидания подразумеваем существование и нам известно про эту последний что сумма из дисперсии сходится но естественно подразумеваемых существования тогда оказывается что существует такая случайная величина с атомика такая что эти частичные суммы сходятся к не почти наверное но предел частичных сумм рядом и обычно или всегда вот так обозначаем это просто обозначение это не утверждение так ну давайте докажем давайте введем такое двухиндексное множество n большое и малое ну так оно вообще в исходном вероятностном пространстве как бы значит максимум с н плюс к минус с н когда к изменяется 1 от 1 до n большого вот этот максимум больше всего вот такие это определение множеств ну тут еще и степь слон но оно одно и то же поэтому ну по-хорошему надо бы здесь это было еще прилепить но не буду этого делать вот что про эти множество можно сказать ну во первых для любого n малого эти множества расширяющиеся а еще что можно сказать что их объединения в счетном числе по индексу n большой есть вот такое множество супремум пока больше нуля с н плюс к минус с н больше эпсилон ну так не вызывает до сомнений если супремум больше эпсилон значит при каком-то омега входящим в это множество с н плюс к минус с н оказывается больше эпсилон ну это к обязательно при каком-то достаточно большом н вот сюда войдет и собственно омега войдет и в это множество ну и в обратную сторону если это имеет место то уже заведомо это имеет место вот ну собственно теперь мы хотим найти вероятность вот этого множества ну или точно ну да вероятность или оценку вероятности и по теореме непрерывности вероятности это есть предел при н большое стремящемся к бесконечности п а н большое и малое для любого и нато все имеет место верно так ну давайте этот п а н посмотрим значит вероятность еще раз перепишу п а н большое и малое равна вероятности того что максимум а вот здесь я перепишу вот так сумма xi gt центрированная g равно от g равно от n плюс 1 до точнее говоря чуть по другому индекса тут напишем g плюс n тогда g изменяется от 1 до n большого фото на больше и все он вот эта разность это вот это вот кусочек как бы этого ряда а максимум естественно берется по извините не точно пока а вот к изменяется от единицы до n вот вот так вот правильно поправьте так а вот эту вероятность мы с вами как-то уже по-моему оценивали до чем она оценивается по какому результату нашему полемика алмагорова совершенно справедливо и это меньше или равно меньше или равно ну там одна из форм так сказать верхней грани или там ограничение верхнего это сумма дисперсии xi g плюс n вот теперь же g равно от единицы до n большое делить на это он квадрат вот но если мы эту н устремим к нулю большая бесконечности n большой устремим бесконечности то получим единица на епсилон квадрат и вот хвостик ряда d ну тут дисперсия ксиджитого g от n плюс 1 до бесконечности правильно да ну и мы видим что вот это вот вероятность стремится к нулю при n малой стремящимся к бесконечности правильно правильно это сходящийся ряд n малую стрим бесконечности будет хвостик оставил оставаться а вот стремление к нулю вот только тут суть слушать я написал тут вероятность дат как бы надо вот а вот когда такая вероятность стремится к нулю это чё значит это сходимость какая по покажи это сходимость покажи да сходимость почти наверное покажи помните мы с вами доказывали про сходимость почти наверное что она фундаментально покажи вот ну и собственно сходимость покажи мы с вами знаем, как раз означает существование измеримого предела, то есть вот этой самой С-большое атомеля. Ну вот, собственно, и все доказательства. Ну, не можем пройти мимо пару следствий. Значит, теорема, у нее такое название, о двух рядах. Кого теорема-то? Калмогурова. Теорема гласит следующее. Пусть у нас опять же есть последствия независимых случайных величин. Известно про нее, что ряд из мат-ожиданий сходится и ряд из дисперсий сходится. Тогда утверждение теоремы, что ряд из кси-энных сходится почти на верное. Обратите внимание, тут уже нет центрированности. Просто ряд из кси-энных сходится почти на верное. У этой теоремы есть как бы и второе утверждение. Если все кси-энные с вероятностью единицы ограничены, равномерно ограничены, то исходимости почти на верное следует сходимость вот этих двух рядов. Но мы, ну, докажем в одну сторону, потому что уж ничего нам не стоит это. Итак, согласно теореме Калмогурова-Хинчина, вот такой ряд кси-энцентрированное, который на самом деле есть кси-энные минус мат-ожидания кси-энные, но поскольку это предел случайной величина, то случайная величина меньше бесконечности почти, наверное. Ряд из е кси-энного сходится просто без почти, наверное, по условию, да? Ну и отсюда следует, что ряд из кси-энных сходится почти, наверное. Теорема о двух рядах. Следующая теорема называется теоремой о трех рядах. Ну и, естественно, тоже к Калмогурову подлежит. Значит, все то же самое. Кси-энная – последовательность независимых случайных величин. И существует такое число С, ну, больше нуля, ну, такое, что, вот если мы введем такую случайную величину, кси-энная с индексом С по следующему правилу, она просто равна кси-энная, если кси-энная по модулю меньше или равно С, и ноль, если кси-энная по модулю больше С. Вот такая случайная величина называется усеченной, ну, естественно, так сказать, по построению, и представляет из себя удобный теоретический прием, введенный Калмогуровым. Вот, итак, значит, пусть у нас есть последовательность независимых случайных величин, при некотором С мы вводим последовательность усеченных случайных величин, и вот про эти усеченные случайные величины известно следующее, что сумма из матожиданий кси-энного сходится, сумма из дисперсии усеченного сходится, и еще вот такой ряд сходится, вероятность того, что кси-энная по модулю больше С. Знаете, это чуть-чуть, это все равно, но немножко непривычно мне. Давайте вот так, знак равно, так сказать, вот так, меньше С и больше или равно. Ну, конечно, это ни на что не влияет. Так, и еще известно, что вот такой ряд сходится. Тогда утверждение теоремы состоит в том, что уже не усеченный, а исходный ряд сходится почти на верное. Формулировка. Значит, ну, как бы, понятен прием. Для усеченного ряда матожидания всегда существует, точнее говоря, для усеченной случайной величины дисперсия всегда существует. Исследовали ряд, если вот такому свойству удовлетворяет, то, значит, можно и происходный ряд сказать, что он почти, наверное, сходится. Верное и обратное, для равномерно ограниченных с вероятностью единицы случайных величиноксиенная, исходимости этого ряда, вот эти три ряда сходятся для любого С. Для любого С. Но мы докажем в одну сторону. Значит, Ну, во-первых, из теоремы о двух рядах следует, что вот такой ряд сходится. Ну, меньше бесконечности почти, наверное. Усеченный ряд сходится, потому что для усеченных случайных величин матожидания дисперсии сходятся. А теперь давайте посмотрим, что это за событие ксиенная больше или равно С. Ну, просто из определения видно, что ксиенная по модулю больше или равно С. Это эквивалентно событию, что ксиенная не равно ксиен усеченное. Не равно, да? Смотрите, вероятность событий ксиенная не равно ксиен усеченное. Ряд из этих вероятностей сходится. Что отсюда следует? Лемма, Борреля, Кантелли. Вот настало время нам воспользоваться всеми теми знаниями, которые мы тут получали. Из Леммы, Борреля, Кантелли следует, что вот это событие, ксиенная по модулю больше С, то есть ксиенная не равно ксиенная усеченное, происходит конечное число раз с вероятностью единица. То есть каждая омега порождает последовательность ксиенная, каждая омега порождает последовательность ксиенная С, и эти две последовательности для почти всех омега обладают тем свойством, что ксиенная не равно ксиенная усеченное, конечное число раз. А два ряда, которые различаются на конечное число членов, конечно, одновременно сходятся или расходятся. Вот и все. Значит, это довольно серьезные теоретические результаты, но хочу обратить внимание, что накопленных нами знаний хватило для того, чтобы, ну, грубо говоря, в две строчки их доказать. Значит, с теоремой Хинчина и, как бы, очевидными выводами из нее, коими являются теорема о двух и теорема о трех рядах, мы заканчиваем, и возвращаемся к нашей тематике, связанной с законом больших чисел. Напомню, что мы с вами исследовали свойства случайных последствий, которые называются законом больших чисел. Ну, попросту это означает, что средние значения концентрируются вокруг матожиданий. И мы получили ряд результатов, достаточных условий, критерий Калмогорова, необходимые достаточные условия для выполнения закона больших чисел. Следующее свойство случайных последствий, которые мы рассмотрим, это так называемый усиленный закон больших чисел. Усиленный закон больших чисел. Он называется усиленный на самом деле просто потому, что в нем сходимость по вероятности заменяется на сходимость почти на верное. Итак, для последствий Кси-Н, если для последствий Кси-Н существует такая числовая последствия А-Н, такая, что Кси-Н средняя минус А-Н сходится к нулю почти на верное, то мы говорим, что для данной последствий выполнен усиленный закон больших чисел. Ну, интерес наш понятен, мы тоже хотим указать какие-то условия на случайные последствия, при которых выполнен усиленный закон больших чисел. И в этой области существуют две главные теоремы. Одна называется первая теорема Калмогорова. Ну, а вторая – вторая теорема Калмогорова. Значит, ну, перед тем, как к ней перейти, давайте опишем условия, в которых мы работаем. Значит, первый случай, который мы рассмотрим, это когда А-Н, как и в законе больших чисел, это математическое ожидание Кси-Н средняя. Тогда условия выполнения закона больших чисел мы по аналогии, как и просто с законом больших чисел, перепишем так. Среднее значение случайных величин, у которых, так сказать, мы вышлем от ожидания, будет стремиться к нулю только теперь почти на верное. Вот. Мы хотим получить какое-нибудь условие, достаточное, для того, чтобы вот такая сходимость выполнялась. Значит, вопрос? А здесь-то? Прошу прощения, да, к нулю. Да. Вот. Значит, ну и вот, собственно, первая теорема Калмогорова, она про это. Ну, мы, правда, докажем чуть более общий результат, чем теорема Калмогорова, а теорема Калмогорова будет следствием. Первая теорема Калмогорова. Значит, давайте вспомним из математического анализа такой результат Лем Мабеля, по-моему, называется. Вот пусть у нас есть две последовательности, Xn и Bn. Про Xn известно, что ряд из Xn сходится. А Bn – это такая монотонно возрастающая последовательность, не положительная, которая сходится к плюс бесконечности. Вот если две таких последовательности у нас есть, то тогда единица делить на Bn, сумма Xкатая, Bкатая, Ка равно от единицы до n стремится к чему? К нулю, коллеги, при н стремящейся бесконечности. Известен вам такой результат? Из математического анализа. Не сталкивались? Ну, несложный результат. Не буду тратить время на его доказательства. Вот. Ну и давайте теперь рассмотрим. Возьмем вот такую последовательность Xn. Это у нас будут независимые случайные величины. И введем новую последовательность случайных величин. Это n, которое равно кси n центрированное делить на Bn. Просто новую последовательность введем такую. Ну и давайте потребуем или рассмотрим такой случай, когда сумма дисперсии – это n, которая на самом деле равна сумме дисперсии кси n, делить на Bn в квадрате, сходится. Пусть такой ряд сходится. Пусть. Тогда отсюда следует, что ряд из это n, который есть на самом деле ряд из кси n центрированных, делить на Bn, он у нас тоже сходится. Почти, наверное. И вот на этом множестве почти, наверное, с вероятностью единицы, которые сходятся вот на этом множестве, давайте рассмотрим вот такую вот величину. Единица делить на Bn, сумма. Это катых умножить на Bк. К равно от единицы до n. На множестве, где вот этот ряд сходится, а еще раз, это множество мера единица, на этом же множестве вот эта величина будет стремиться к нулю. Вот полемиабеля Прен, стремящийся к бесконечности. Понятно, да? Ну, осталось, что называется, подставить, то есть это то же самое, что единица на Bn, сумма кси катая центрированная, кат единица до n, кат единица на n, стремится к нулю. Почти, наверное. Правильно, да? Потому что это катая, кси катая делить на Bкатая, Bкатая сокращается, они у нас не равны нулю, получается такая штука. Ну, итак, мы с вами доказали следующий результат. Если вот такой ряд для последствий независимых случайных величин и некой последствий Bn, монотонно возрастающей, сходится, то тогда вот такая величина стремится к нулю почти, наверное. Чтобы получить теорему Калмогорова, осталось положить Bn, это же 10 на равно n. И мы получаем теорему Калмогорова. Первая. Вот здесь ее. Первая теорема Калмогорова. Если для последствий независимых случайных величин вот такой ряд сходится, то отсюда следует, что кси n центрированное среднее стремится к нулю почти на верное, сходится к нулю почти на верное. Вот первая теорема Калмогорова. Достаточно условия. Достаточно условия для последствий независимых случайных величин. И вот для такой последствий а n выполнен усиленный закон больших чисел. Понятно? Так, значит, дальше. И вторая теорема Калмогорова. Вторая теорема Калмогорова. Вторая теорема Калмогорова. я сформулирую, но докажу в следующий раз, чтобы, ну, сейчас уже ближе к концу семестра дать максимальный материал, чтобы вы могли там задачи решать и так далее. Значит, вторая теорема Калмогорова гласит, пусть кси n последствий независимых, одинаково распределенных случайных величин. То есть мы ищем условия выполнения усиленного закона больших чисел для последствий независимых, одинаково распределенных случайных величин. Если кси n одинаково распределены, то мотожидание кси n среднего чему равно, раз они одинаково распределены? Ну, просто мотожидание кси, да? Без индекса. Вот. Так вот, если кси n независимо распределенные случайные величины, то, значит, если существует а такое, что кси n среднее минус а сходится к нулю почти наверное, или для того, чтобы кси n минус а для какого-то а сходилось к нулю почти наверное, необходимо и достаточно, чтобы существовало математическое ожидание кси, равное как раз вот этому а. Ну или там чуть по-другому. Если у вас есть последствия независимых, одинаково распределенных случайных величин, для которых существует мотожидание, то среднее значение сходится к этому мотожиданию почти наверное. И наоборот. Если вы установили, что среднее значение сходится к какому-то числу почти наверное, то это означает, что у кси существует мотожидание, в точности равное этому числу. Вот вторая теорема Калмогорова. Значит, у нее такой вот этой теоремы классическое Калмогоровское доказательство. Немножко, так сказать, там не в две строчки оно получается, но тем не менее с удовольствием его расскажу, потому что это ну как бы просто как бы красиво. вот, значит, это за мной должок. Итак, мы с вами ну за последнюю там лекцию, пару лекций изучили такое свойство вероятностной меры, как сходимость или концентрация средних значений вокруг мотожиданий. Я в самом начале курса говорил, что это ну что как бы основные результаты теории вероятности, отличающие ее от просто теории меры, это то, что в ней устанавливаются некоторые факты концентрации вероятности меры для ну каких-то средних или специальным образом нормированных значений вокруг, так сказать, каких-то конкретных распределений или величин. И мало того, я здесь позволю себе повторить, это не просто математический результат, это математическое описание реально существующего закона, то есть тот, который имеет место в природе, это не абстракция, это описание реальной картины мира. Ну и сегодня мы как бы еще это, ну я подчеркну, когда будет об этом заходить вопрос, что называется. Так, значит, следующий наш, следующая группа результатов будет посвящена концентрации уже там, ну каких-то, так сказать, там средних или других значений не в окрестности числа, а в окрестности некого распределения, некого такого предельного финального распределения. И в качестве первого примера мы рассмотрим теорему Пуассона, но до этого введем просто число, в смысле введем просто некое понятие, ничего в нем особенного, ну сократит наши, так сказать, сложно подчиненные предложения. давайте введем такую двухиндексную систему случайных величин К от единицы до Н, которые мы назовем сериями, серии случайных величин. Единственное общее свойство, которое мы, так сказать, на серии накладываем, что случайные величины внутри серии независимы. С другими сериями могут быть зависимы, то есть это не независимые все совокупности случайных величин, которые уходят во все серии, только у нас требования к независимости внутри серии. Вот. Просто термин, которым я буду оперировать, ничего там особого нет, просто чтобы не говорить такие сложные конструкции. Вот. Ну и давайте первый, так сказать, шаг, который мы сделаем, давайте считать, что вот эта наша серия принадлежит это биномиальные случайные величины с неким параметром P. То есть P, N, K, T независимые, одинаково распределенные случайные величины с параметром P, N, то есть параметр зависит от индекса серии, так сказать. Значит, первое. И второе, давайте на P, N наложим еще одно симптотическое условие, то есть это не произвольные P, N от нуля до единицы, а давайте считать, что N умножить на P, N сходится к некоторому числу лямбда. Ну, ясно, больше нуля. Вот такие серии рассматриваем. То есть в каждой серии это набор Бернульевский случайных величин. Я Бернульевский сказал или биномиальный? Бернульевский. Бернульевский. То есть принимает каждый из этих случайных величин принимать значение 0,1, один принимает с вероятностью P, N. Вот. Вот такие серии рассматриваем. И давайте введем такую уже одноиндексную случайную величину, это N, которая просто равна сумме это N катых. Кат единицы до N. Какое, кстати, распределение имеет это N? Биномиальное. Сумма Бернульевских случайных величин независимых имеет биномиальное распределение. Так вот, теорема Пуассона гласит, что это N сходится по распределению по Пуассоновской случайной величине с параметром λ. Вот с этим параметром λ. То есть, если вы будете, ну, так сказать, генерить случайные величины вот по этому правилу, брать независимые, вероятность успеха будет вот так себя вести, то в результате вы получите случайную величину в пределе, которая по распределению будет совпадать с Пуассоновской, вот с этим параметром. То есть, сумма вот, так сказать, членов такой серии при достаточно большом N на самом деле имеет распределение Пуассона, хотя для каждого конкретного N это биномиальное распределение. Как будем доказывать, как думаете? Характеристическими функциями воспользуемся. Это, так сказать, самый удобный и простой аппарат в данном случае. Ну и давайте вот эту вот характеристическую функцию это N от T напишем по определению, что это такое. Это математическое ожидание E в степени и T сумма это N катых кат единицы до N. Все N катые независимы и одинаково распределены, поэтому это произведение характеристических функций для каждого N катого они у всех одинаково опять же, раз они одинаково распределены. Это просто есть QN плюс PN на E в степени и T в степени N. Согласны? равно равно ну вот в таком виде перепишу QN плюс PN плюс PN E в степени и T минус 1 так умножу на N и поделю на N так же действенное преобразование сделал. Вот эта сумма чему равна? Единица N на PN стремится к лямбда. Значит, к чему все вот это выражение стремится прям стремящийся к бесконечности? Кто мне скажет? E в степени лямбда в показателе в степени E в степени и T минус 1. А это чего характеристическая функция? Это распределение по Ассону с параметром лямбда. Итак, мы получили, что характеристическая функция ТН сходится к характеристической функции Пуассоновского распределения, а это значит, как мы знаем, что это N сходится по распределению к Пуассоновской случайной величине. Вот, собственно, первый результат из этого класса, так сказать. Ну, а дальше у нас, как говорится, будет посерьезней задача. Я даже, пожалуй, вот здесь сотру. Вот. так. Давайте рассмотрим серию случайных величин. Но здесь, кроме независимости, наложим еще дополнительные условия на эту серию, которую будем рассматривать. матожидание это N катова равно нулю к от единицы до N, то есть все они имеют нулевое матожидание. И еще есть условия на дисперсию. Сумма дисперсии это N катова к от единицы до N равно единице. равно единице. Ну, вот такое специфичное, пока специфичное, может быть, не очень понятное условие. Но рассматриваем вот такие серии. Если мы рассматриваем такие серии, то имеют место следующие утверждения. Первое. Значит, если для любого Тау больше нуля, сумма k от единицы до N интеграл по области x по модулю больше эпсилон x квадрат df nk от x fnk от x это функция распределения случайной величины это nk. Значит, если вот такая штука стремится к нулю при стремящей к бесконечности и это условие называется условие линдберга. Условие линдберга. Если имеет место условие линдберга, то имеет место два следующих утверждения. во-первых, для любого эпсилон больше нуля максимум вероятности того, что это nk по модулю будет больше эпсилон, когда максимум берется от единицы до n, стремится к нулю при n стремящей к бесконечности. вот такое свойство. Но если посмотреть на его определение, то это можно назвать равномерной сходимостью по вероятности серии, равномерная сходимость по вероятности. Но в литературе встречается еще более такое поэтичное определение вот этого факта, мало о чем говорящие, но звучит неплохо. Вот когда выполнено такое свойство, говорят, что серия это серия бесконечно малых. Или пренебрежимо малых. Или асимтотически пренебрежимо малых. То есть если просто услышать, непонятно в каком смысле малых, что малое здесь. На самом деле это просто равномерная сходимость по вероятности к нулю. Но термин прижился. Значит и так если выполнены условия Линдберга, то серия представляет из себя серию пренебрежимо малых случайных величин. И пожалуй более важное свойство 3 это n которая есть сумма это n кат их кат единицы до n сходится по распределению к стандартному нормальному распределению. Вот конечно ради чего все это. То есть сумма случайных величин в серии асимтотически нормально. Обратите внимание что здесь ничего не говорится о том какое распределение у них какое бы ни было распределение сходится всегда к нормальному закону. Это фундаментальный факт нашего мироздания. Это был звонок да? Ну отдохните и собственно приступим к доказательству. А извините буквально чтобы не вот это верно и в обратную сторону верно. вот но теперь отдыхайте. Все нормально? Так коллеги ну значит собственно переходим к доказательству вот эта теорема она называется или должна называться теорема Линдберг Галерия хотя результат полученный этими учеными мужами сильно отличался от того как он сейчас сформулирован это уже как бы современная трактовка я сегодня приведу теорему Линдберг Галерия назову ее так сказать ретро теоремой вот и хочу сказать что это пожалуй ну единственное может быть с какими-то так сказать небольшими оговорками это единственная фундаментальная теорема в теории вероятности которая не носит имени наших соотечественников то есть теория вероятности это наша наука вот значит ну давайте нам понадобятся некоторые факты технического плана которые я вот давайте вот на этой доске выпишу так так сейчас для собственного удобства напишу разложение е в степени и альфа в ряд это единица плюс и альфа минус альфа квадрат пополам минус и альфа в кубе на 6 плюс и так далее вот знакопеременный ряд как бы отсюда имеют место следующие неравенства е в степени и альфа минус 1 по модулю меньше или равно модуль альфа е в степени и альфа минус 1 минус и альфа по модулю меньше или равно альфа квадрат пополам и еще нам понадобится одно неравенство чуть еще более тонкое е в степени и альфа минус 1 минус и альфа плюс альфа квадрат пополам по модулю меньше или равно модуль альфа в кубе делить на 6 ну это можно разными способами доказать то что я написал это не доказательство ну просто поскольку это два знака переменных ряда это же на самом деле косинус альфа плюс и синус альфа то остаток ряда членом его ограничивается вот таких вот три неравенства так ну и уже чего-то можем сделать давайте докажем что из 1 следует 2 для начала мы это сделаем и потом про это забудем результаты которые будем получать используя 2 будем понимать что они следуют из 1 итак давайте напишем вероятность того что это нкт по модулю больше эпсилон через интеграл лебега стилкес это что такое это интеграл дфнк ну от х при условии что х по модулю больше эпсилон правильно да вот в области интегрирования х по модулю делить на эпсилон больше единицы поэтому могу написать меньше или равно единица на эпсилон квадрат интеграл х квадрат дфнк от х х по модулю больше эпсилон беру максимум от обоих частей знак неравенства сохраняется а здесь вместо максимума заменяю на сумму то есть получаю что максимум к от единицы до н вероятность это нкт больше эпсилон меньше или равна единица на эпсилон квадрат сумма х квадрат дфнк от х х по модулю больше эпсилона р р вот это да эпсилон ну в смысле это это тау поэтому вот здесь давайте на тау исправим на тау вот так вот значит ну а собственно вот это и есть условия линбергови леви если оно стремится к нулю значит и максимум стремится к нулю вот значит немножко заскочил вперед в том смысле что хотел сначала рассказать как эти серии строить просто чтобы они для вас совсем не были абстрактные поэтому давайте значит вот это могу стереть запомним что мы это доказали что из 1 следует 2 вот собственно что хотел сначала сказать ну вот у нас есть какие-то серии что это за серии как с ними быть они бывают вообще в природе такие серии ну вот собственно на этот вопрос и ответим значит смотрите пусть у нас есть привычная нам последовательность независимых случайных величин оказывается что серию можно построить по такому правилу это nкт равно кси кт минус акт делить на бн где акт этом от ожидания ксикатова а бн в квадрате это сумма дисперсий ксикатова к равно от единицы до n к равно от единицы до n то есть это ну вполне легко вполне легко ну и давайте в этих терминах переформулируем условия Линдберга для этого нам нужно понять чего такое вот это фнк от х это вероятность того что это нкт меньше х если это нкт мы задаем вот именно по такому правилу то это вероятность того что ксикатая меньше бн х плюс акатая а это ничто иное как функция распределения напишу ксикат ну ксикатова ну тройные индексы не буду таскать одна индексная функция распределения это ксикатая взятая в точке бнх плюс акатая ну и давайте теперь перепишем интеграл так х квадрат остается пока х по модулю больше тау а здесь будет дфк взятая в точке бнх плюс ак ну просто на у заменим у равно бнх плюс акатая и тогда получим ну я напишу а вы как говорится следите за руками значит единица на бнх в квадрате интеграл у минус акатая в квадрате дфк от у взятая по области у минус акатая по модулю больше тау бнх больше тау бнх ну и собственно теорема линберга леви вот здесь я ее запишу откуда вот это почему скобки а акатая без просто акатая почему не выделили на бнх что-то ничего бнх я вынес да а должно получиться акатая делить на b x равно y минус акатая делить на bn поэтому x квадрате это y минус акатая в квадрате делить на bn в квадрате значит теорема линберга леви напишу здесь ретро ну на самом деле она нам полезна мы этим в такой форме условием линберга будем пользоваться значит изначально она выглядела так пусть выполнено условие линберга вот в такой форме ну как обычно ксиенная независимая случайная величина выполнено условие линберга единица на bn в квадрате сумма интегралов x минус акатая в квадрате dfk от x взятая по области x минус акатая больше тау bn к от единицы до n стремится к нулю при n стремящийся к бесконечности то отсюда следует что сумма ксикатая минус акатая к от единицы на n делить на bn сходится по распределению к стандартному нормальному закону то есть только достаточно условия для последствий независимых случайных величин серии там необходимые достаточно это все потом как бы появилось вот значит ну и вот видно собственно о какой случайной величине идет речь которая концентрируется вокруг стандартного нормального распределения это ведь такая отнормированная на нулевое мат ожидания и единичную дисперсию сумма этих случайных величин вот она нормально распределена вот ну теперь я надеюсь нас не пугают эти серии мы понимаем как они строятся понимаем как это записывается в таком удобоваримом виде ну и можем собственно приступить к доказательству сначала нам потребуется тоже там парочку вспомогательных результатов пока может не очень понятно зачем но давайте рассмотрим вот такую величину фи nk t характеристическая функция это nk t в точке t минус 1 по модулю ну пока не очень понятно но дальше она нам сильно понадобится и давайте здесь как бы двумя способами к этому подойдем ну во-первых вот сейчас я использую такой прием мы его будем часто использовать подробно его распишу значит фи nk это что такое это е в степени и t x минус единица и вот здесь напишу минус и t x еще d f nk понятно почему это равенство смотрите е в степени tx df nk это что такое это характеристическая функция ну единицу проинтегрируем по мере это единица а вот это что такое это по определению и t на математическое ожидание это nk t которое равно нулю мы такое условие наложили поэтому это мы просто добавили ноль поэтому меньше или равно меньше или равно интеграл здесь я возьму модуль и воспользуюсь вот этой вот вот этим неравенством и напишу что это меньше или равно tx у нас роль альфа tx играет в квадрате пополам dfnk от x равно на самом деле t квадрат пополам а то что остается x квадрат это квадрат x квадрат по мере это же что по определению учитывая что мат ожидания это случайно равно нулю это nk x квадрат dfnk что такое это дисперсия дисперсия это nk ну и теперь давайте просуммируем обе части по k и получим вот здесь вот позвольте я напишу и получим сумма k от единицы до n φnk от t минус 1 по модулю меньше или равно t квадрат пополам на сумму дисперсий а сумма дисперсий в нашей серии равна единице видите поэтому это просто меньше t квадрат пополам причем для любого t это выполнено теперь по-другому подойдем к этой величине φnk от t минус 1 по модулю значит это меньше или равно чем интеграл е в степени и t минус 1 dfnk от x и я этот интеграл разобью на 2 1 по области x по модулю больше епсилон а второй x по модулю меньше или равно епсилон вот который x по модулю меньше или равно епсилон точнее x по модулю больше епсилон я е в степени и t минус 1 по модулю заменю на двойку напишу что это меньше или равно двойка интеграл dfnk от x взятый по области x по модулю больше епсилон а который меньше воспользуюсь что е в степени и t минус 1 по модулю меньше ну в нашем случае будет модуль t модуль x df nk x x по модулю меньше равно епсилон вот значит вот это что такое этот интеграл это вероятность того что это nk больше епсилон а здесь x меньше епсилон поэтому я заменю под интегральную функцию на максимальное значение вот это все меньше или равно плюс модуль t умножить на епсилон ну и смотрите значит второе слагаемое можно за счет епсилон сделать малым а первое можно сделать малым для любого епсилон на основании вот свойства 2 вот которое выполнено поскольку мы считаем что выполнено свойство 1 и отсюда я получаю вот такой а ну и значит могу теперь еще максимум взять с двух сторон и получить такую штуку вот максимум фи nk t от t минус 1 по модулю стремится к нулю максимум к от единицы до n как до n стремится к бесконечности вот такие важные для нас свойства так ну вроде подготовительная работа закончена можем что называется по существу переходить хотя нет еще вот здесь напишу одно свойство логарифм единица плюс z равно ряд минус единица в степени s минус 1 z в степени s делить на s s от единицы до бесконечности и ряд абсолютно сходится когда z по модулю меньше единицы вот еще такой факт идея доказательства опять же в использовании характеристические функции ну как не трудно гадаться раз мы тут с ними возились мы сейчас докажем что характеристическая функция вот такой вот суммы стремится к характеристической функции стандартного нормального распределения а чему равна характеристическая функция стандартного нормального распределения кто помнит e в степени минус t квадрат пополам. Вот. Ну, сразу напишу логарифм. φ это n от t. Значит, это n есть сумма независимых случайных величин, поэтому характеристическая функция суммы равна произведению характеристических функций. Ну, поскольку еще логарифм взял, получается сумма логарифмов. Сумма логарифмов φ nk t от t. Это я преобразую таким образом. Логарифм. Единица плюс φ nk от t минус 1. Вот. Становится понятен наш замысел, что мы возились с этими φ nk минус 1. Так. Значит, смотрите. Поскольку имеет место вот такое свойство, это значит, что начиная с некоторых номеров n, ну, вот этот максимум можно считать меньшим 1,2. Будем так и делать. Поскольку мы будем переходить к пределу принесения бесконечности, будем считать, что вот этот максимум меньше 1,2. Настолько большие у нас взяты вот эти n. Тогда φ nk минус 1 по модулю меньше 1,2. Это внутри сходимости ряда логарифма. И я раскладываю в ряд. Выделяю первый член с s равно 1. И то, что остается. Вот эту двойную сумму обозначим rn. Ну, и, наверное, вы понимаете, к чему я веду, да? Что rn по модулю будет стремиться к нулю. Мы сейчас это покажем. Значит, rn по модулю меньше или равно k от единицы до n. Смотрите, берем модуль. Тут все положительное становится. s имеет минимальное значение 2. Поэтому, если мы во всех членах здесь s заменим на 2, то ряд только увеличится. Поэтому я напишу 1,2. А здесь напишу уже без двойки. Вот. Но что я здесь напишу? φ nk от t минус 1 в степени s. s от 2 до бесконечности. Внутренняя сумма. Значит, мы договорились, что φ nk от t минус 1 по модулю меньше 1,2. Такие большие n договорились брать. Поэтому это геометрическая прогрессия, сумма геометрической прогрессии. Ну, я напишу, ну, напишу равно пока, да, равно k от единицы до n, одна вторая, φ nk от t минус 1 в квадрате, первый член, на единице минус q, на единице минус φ nk от t минус 1. Еще раз напомню, что модуль φ nk от t минус 1 меньше 1,2. Поэтому, если я сюда подставлю одну вторую, увеличу знаменатель, точнее говоря, увеличу вот эту величину, значит, уменьшу знаменатель, могу поставить знак меньше или равно. Ну, и сразу смотрите, если это заменю на одну вторую, здесь будет одна вторая, с одной второй сократиться, и получится меньше или равно φ nk от t минус 1 в квадрате. в квадрате, k от единицы до n. Дальше напишу, меньше или равно, максимум φ nk от t, t у нас фиксированное какое-то, но фиксированное, максимум k от единицы до n, сумма φ nk от t минус 1, k от единицы до n. Ну, а теперь смотрим вот сюда. Сумма φ nk минус 1, пока модуль, меньше t квадрат пополам, максимум стремится к нулю. Поэтому вся вот эта штука для любого t стремится к нулю. При n стремящемся к бесконечности, и для любого t это имеет место. Вот как бы важный промежуточный факт, который нам нужен. Идем дальше. Значит, итак, мы с вами сейчас получили вот что. Что логарифм φ nk от t, то есть это nk от t, равно вот такой штуке, я ее перепишу, а потом сотру. То есть это получается равно сумма φ nk от t минус 1 по модулю плюс rn. Но я вот так сразу запишу. Минус t квадрат пополам плюс t квадрат пополам плюс сумма φ nk от t минус 1, k от единицы до n, плюс rn. И rn, помним, стремится к нулю. А, и еще, значит, хочу обратить ваше внимание, потом на это я сошлюсь, что представимость логарифма характеристической функции это n в виде вот такой суммы и остатка, стремящегося к нулю, это следствие свойства 2. Нам свойства 1 не потребовалось. Ну, просто поскольку мы отсюда доказываем сюда, мы говорим, что свойства 2, но свойства 2 само следует и свойства 1. Но вот если есть свойства 2, когда мы будем в обратную сторону доказывать, если свойства 2 выполнено, то для характеристической функции, ну, тоже имеет место вот такое представление. Так. Ну, собственно, можно сказать, последний рывок. Вот эту штуку мы обозначим ρn. Ну, и, как вы догадываетесь, докажем, что ρn по модулю стремится к нулю. Но тут сейчас немножко повозиться надо будет. Значит, ρn я сначала распишу неким специальным образом. Вместо t квадрат пополам я напишу такую штуку. Сумма k от единицы до n интеграл tx в квадрате пополам dfnk. Всем понятно, что это t квадрат пополам? Ну, потому что t квадрат пополам выносим, остаются дисперсии, сумма дисперсия равна единице. Ну, и плюс вот эту сумму, которую я представлю в таком виде. Интеграл е в степени и tx минус 1. Ну, и минусы tx. Уже говорили, что это просто ноль. Теперь разобьем это на два слагаемых. Первое это будет k равно от единицы до n. Так, сейчас только, значит, интеграл x по модулю меньше или равно епсилон tx квадрат пополам dfnk плюс, я, пожалуй, сумму вот общую возьму, плюс, плюс интеграл е в степени и tx минус 1 минус и tx по области той же. Это первое слагаемое. И второе слагаемое аналогично, только по области x по модулю больше епсилон. И вот когда я буду x по модулю больше епсилон, здесь я сразу преобразую, t квадрат пополам вынесу за скобки, а здесь останется x квадрат dfnk, а вторую часть этого интеграла никак не преобразую, просто переписываю. Ну, можно не буду переписывать, вот так же перепишу я, только по области будет x больше епсилон. Значит, вот это первое слагаемое обозначим ρn'', а второе ρn'2'. И теперь каждое по отдельности изучим. ρn' по модулю. Вот оно. Смотрите, я это все вношу под один интеграл и пользуюсь вот этим свойством. Вот сюда, вот этим свойством пользуюсь. И получаю, что это меньше или равно интеграл x по модулю меньше или равно епсилон, tx по модулю в кубе делить на 6 сумма, dfnk от x. Согласны? Все под один интеграл е и tx минус 1 минус и tx минус tx квадрате, точнее говоря, плюс tx квадрате пополам. Это α, которое tx в нашем случае по модулю в третьей степени делить на 6. Так, меньше или равно? x максимальное значение вынесу за скобки и t в кубе вынесу. Получу t по модулю в кубе на епсилон делить на 6 на сумму x квадрат dfnk от x, x по модулю меньше епсилон, меньше равно епсилон. Но если я расширю под интегральная функция положительная, расширю область интегрирования минус бесконечность, бесконечность, все только увеличится, но тогда получится дисперсия, и вся вот эта штука будет меньше единицы, меньше равна единице. И мы получили, что ρn' по модулю ограничено t по модулю в кубе епсилон делить на 6. Первое и второе, ρn' по модулю. Значит, смотрите, вот это я перепишу как есть, меньше или равно t квадрат пополам сумма. x квадрат dfnk, x по модулю больше епсилон, а вот здесь воспользуюсь вот этим вот неравенством модулем. Ну и получу t квадрат, x квадрат пополам, также t квадрат пополам вынесу за скобки, а под интегралом останется x квадрат dfnk, x по модулю больше епсилон. То есть это на самом деле просто t квадрат на сумму интегралов x квадрат dfnk, x по модулю больше епсилон. К от единицы до n. А вот это вот и есть условие Линдерга. Если эта штука стремится к нулю, то и ρn' по модулю стремится к нулю. Итак, ρn' ограничиваем, делаем сколь угодно малым за счет епсилон, и при этом малым епсилон ρn2' делаем сколь угодно малым за счет выполнения условия Линдерга. Итак, мы с вами доказали, что логарифм φ это n представима в виде минус t квадрат и плюс два остатка, которые стремятся к нулю. То есть логарифм φ это n стремится при n стремящейся к бесконечности к минус t квадрат пополам. А это значит, что φ это n от t стремится к е в степени минус t квадрат пополам характеристической функции стандартного нормального распределения. И это завершает наше доказательство. В одну сторону. Значит, во вторую сторону все, в принципе, несложно. Ну, давайте, значит, все-таки успеем. Итак, пусть у нас теперь выполнено 2-3, то есть условия пренебрежимой малости, асимптотическая нормальность. Тогда, как я обращал ваше внимание, мы можем утверждать, что логарифм φ это n от t представима в виде представима в виде сумма φ n катого от t минус 1 к единице до n плюс rn, которая стремится к нулю на основании свойства 2. Я это обращал внимание. И все вот это, поскольку асимптотическая нормальность имеет теперь место по условию, обязано сходиться к минус t квадрат пополам. Вот что такое выполнено 2 и 3. Ну и давайте, значит, перепишем это в виде сумма φ nk от t минус 1 плюс t квадрат пополам стремится к нулю, при n стремящийся к бесконечности. Представим это в виде интеграла е в степени и tx минус 1 плюс t квадрат, x квадрат пополам dfnk от x k равно от единицы до n стремится к нулю, при n стремящийся к бесконечности. Ну, можно это вот дельта n так, не вязочку эту назвать. Значит, смотрите. Ну, понятно, да, что это и это одно и то же, потому что здесь опять дисперсии, сумма дисперсии, опять единица. Теперь смотрите, вот это же комплексно-значная функция, она стремится к нулю, отсюда следует, по крайней мере, что ее действительная часть тоже стремится к нулю. Более того, это верно для любого t, в том числе и для t равного единице. Поэтому я все это учту и напишу следующее утверждение, что сумма интегралов косинус x минус 1 плюс x квадрат пополам dfnk k от единицы до n стремится к нулю при n стремящийся к бесконечности. Понятно, что я сделал, да? Выделил действительную часть, это косинус x и положил t равное единице. Получил такую штуку. Значит, обращаю ваше внимание, что под интегральное выражение больше или равно нуля. Достаточно взять ее производную, убедиться, что минимум в нуле, но под интегральное выражение больше равно нулю. Поэтому для любого tau больше нуля эта штука больше, чем интеграл x по модулю больше tau косинус x минус 1 плюс x квадрат пополам dfnk так, и вот здесь есть такая, такая, такая штука, да, такое, такое замечание. Вот смотрите, вот эта функция косинус x минус 1 плюс x квадрат пополам, я для нее делаю следующее утверждение, что для любого tau больше нуля существует некая функция k от tau, такая, что косинус x минус 1 плюс x квадрат пополам больше или равно k от tau на x квадрат, как только x по модулю больше tau. Значит, это представляется вполне разумным, почему? Косинус x разлагаем в ряд, единица сокращается, x квадрат сокращается, остается x в четвертой степени, там, ну, на 24, да, x в четвертой больше k от tau на x квадрат. Ну, понятно, что это как-то так. x квадрат и x в четвертый встречаются в единице, вот это вот, не знаю, x квадрат или x в четвертый, вот это вот x в четвертый. Ну, если мы какое-то tau взяли, то мы за счет множителя можем сделать так, что вот в этой области x больше tau, x в четвертый будет больше, чем x в четвертый. Но вот это утверждение вроде бы достаточно очевидное и несложное, но если с ним возиться, это минут 15, поэтому я его оставлю без доказательств, вот так сказать, там, ну, на любителя, что называется, так сказать. Ну, так-то оно вполне кажется разумным. И тогда я пишу, больше или равно больше или равно k от tau на сумму k от единицы до n x больше tau x квадрат dfnk от x. А это и есть условие Линдберга. Эта штука стремится к нулю, значит, выполнено условие Линдберга. Что завершает наше доказательство? Был звонок, да, по-моему? Так, все, коллеги, значит, в принципе, успели там, ну, по крайней мере, посередине не разорвали доказательства. Тогда в следующий раз продолжим с вами. Спасибо, коллеги!